Мне кажется, у всех разные вот эти индивидуальные треки. Для кого-то важно 12 лет включиться в это, для кого-то понимание, что пора приходит только к 17-16 годам. Я считаю, что нужно заниматься профилактикой. Не когда уже все поздно, а когда уже возникает ощущение, что через какое-то время, через год, через два, нужно уже делать осознанные шаги к выбору вуза, экзаменов, выбору наставников, более точечных специалистов. Что хорошо получается в программе? Ребята говорят, что, пожалуй, самое важное, что было для них в программе, это наставник, который был рядом на протяжении пяти недель. Он, конечно, какие-то упражнения дает, он даже иногда пытается у него заставить что-то сделать, но, по сути, он является ресурсом на протяжении пяти недель, когда человек начинает применять методику пяти шагов отсознанного выбора в повседневной жизни. То есть я иду, я встречаюсь с проблемами, я знаю, к кому обратиться, когда я не знаю, что с этим делать. Потому что когда ты сталкиваешься с проблемой, которую нужно было решать вчера, тогда нужны уже более превентивные меры. То есть нужно не задумываться, а чем я сейчас хочу жить, а что делать уже конкретно. Ну и тогда скорость принятия решения сокращается в разы, ну и степень включения наша должна быть совершенно не иной, нежели та же самая пятинедельная программа. И в принципе мы этим занимаемся, там есть индивидуальное развитие, индивидуальное наставничество полностью. Поэтому если вы задумываетесь, то лучше пораньше, 12-14, тогда у вас будет гэп времени, чтобы попробовать и уже определиться более осознанно. Для меня этот курс был очень важен, и я на самом деле советую его каждому, вне зависимости от того, сделал ли выбор этот человек или еще пока не сделал. Потому что он дает действительно полную картину того, что ты хочешь и как тебе следует этого добиваться, или как тебе вообще следует хотеть этого. Родитель не сможет выбрать за подростка, да, и помочь подростку можно только своей поддержкой, да. Но сама вот эта вот позиция, что я хочу выбирать, и я теперь выбираю, и я теперь отвечаю за то, куда мне поступать, поступлю я или нет. Эта позиция, которая просто так дается очень малому количеству подростков. Ее нужно воспитывать. И как правило, в подростковом возрасте родители уже не могут влиять сильно на своих подростков, на своих детей так, чтобы они внимательно их слушали. И очень нужна какая-то сторонняя фигура, которая станет для подростка значимой, да. И тот наставник, да, который скажет, давай я в тебя верю, смотри сколько интересного мы сейчас сделаем, и ты сможешь выбрать. Вот. Поэтому, мне кажется, самим вам будет тяжело с этим справиться, а мы умеем делать это профессионально. И мы действительно достигаем очень хороших результатов. В основном клиенты приходят к нам по рекомендациям от своих знакомых, которые делятся тем, что... Вааа, ребята! У меня тут такое событие. Мой сын наконец понял, чего он хочет. Так у нас появляются новые клиенты. Приходите к нам. Конечно же, стоит идти, если ты не уверен в том, чем ты хочешь заниматься. То есть, у тебя какая-то размытая картина своего будущего. Ты не уверен в том, что ты делаешь, то сюда обязательно нужно прийти, потому что здесь помогут действительно увидеть и понять то, что ты хочешь. Именно что хочешь ты, а не что хотят другие. Ну, надо себя почувствовать, насколько тебе это важно. Потому что, если это все-таки потребность, надо в это нырять. И это действительно колоссальный опыт именно с точки зрения и самого себя. Потому что, вот, с каждым потоком я очень расту. Я бы сказал, если вам удобно, идите. Если, ну, есть, конечно, люди, которые не могут просто сюда добраться. Но я думаю, можно уже проходить курс не обязательно в очном, но и за очном. Поэтому, ну, эта штука очень крутая, поэтому я бы посоветовал большинству. Для меня этот курс был очень важен. И я, на самом деле, советую его каждому. Вне зависимости от того, сделал ли выбор этот человек или еще пока не сделал. Потому что он дает действительно полную картину того, что ты хочешь. И как тебе следует этого добиваться. Или как тебе вообще следует хотеть этого. Что эта программа действительно мне очень помогла. И я действительно советую им ее пройти. Потому что без нее достаточно трудно научиться самому проводить этот анализ над собой. Искать это вот. И здесь очень важен даже диалог и общение с другими в этой команде. Потому что произнося что-то, мы сами начинаем это понимать. То есть, возможно, что-то было неосознанно. Но когда мы общаемся с людьми, мы сами начинаем для себя что-то новое находить даже в себе. И эта программа как раз очень сильно в этом помогает. И я очень советую им ее пройти. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...